Впервые использовать кирпич люди начали более 6000 лет назад, однако в нашей стране он появился лишь в 988 году, после крещения Руси. Архитекторы из Вавилона привезли с собой не просто новую веру, а возвели вместе с русскими зодчими первую каменную церковь. Сегодня почувствовать себя творцом семейной обители. Место, где вершится история рода, может каждый. С вами программа «Знак качества» в этом выпуске. Выгода или переплата? Как выбрать кирпич под конкретную задачу? 10 и 7 инэпс – цифры, помогающие рассчитать стоимость дома. Марочная прочность, коэффициент морозостойкости и водопоглощение. Трудные термины простыми словами. На строительство двухэтажного дома стандартных размеров нужно больше 60 тысяч кирпичей. Точное количество зависит от типа кладки и числа окон. Однако, приходя в магазин, вас ждет приятный сюрприз, после которого начинается паника. Дело в том, что сегодня на рынке огромный выбор кирпичей из всех уголков страны. Заводы предлагают как маленькие форматы, так и огромные блоки. При этом на каждой модели стоят одни и те же буквы – NF. Это сокращение от термина «натуральный формат», который стал эталоном кирпича. Отметка 1 NF означает, что кирпич имеет длину 250 мм, высоту 65 мм и толщину 120 мм. Если встречается маркировка 1,4 NF, это значит, что в кирпиче 1,4 стандартных кирпича. Такой кирпич принято называть полуторным. Он отличается единственно своей высотой. То есть, если одинарный кирпич 1 NF у нас 65 мм, то полуторный кирпич будет уже 88 мм. Все остальные размеры у него стандартные. Это правило работает по отношению ко всем кирпичам, как обычным, так и облицовочным. При этом крупные блоки в основном используют для кладки дома, а вот маленькие – для его отделки. Однако выбор кирпича зависит от конкретного дизайнерского проекта. Например, для дома с большой площадью остекления нет смысла выбирать, допустим, крупноформатный полуторный кирпич, потому что он просто потеряется. Если у нас есть вариант, где можно показать всю красоту кирпича, здесь уже нужно смотреть, начиная от формы кровли, высоты цоколя, формата и цвета окон, какой кирпич подойдет конкретно каждому проекту. Помимо этого, стоит помнить, что каждый кирпич имеет три основных показателя, от которых зависит его качество и, соответственно, цена. Начнем с водопоглощения. Оно измеряется в процентах и показывает, какое количество воды относительно своей массы кирпич может в себя впитать. Чем меньше эта цифра, тем лучше. Проверим на практике. Как вы видите, я заготовил несколько кирпичей. Это кирпичи разного производства, разные по своему смыслу, по технологиям производства и, соответственно, конечно, с разных заводов. Кирпичи, которые совсем не впитали в воду или сделали это минимально, можно использовать для цоколей и подвалов, а также в ванных помещениях, то есть в местах, где кирпич соприкасается с влагой. И наоборот. Если кирпич хорошо впитывает жидкость, то нужно максимально исключить его контакт с водой. Подобный эксперимент вы можете провести самостоятельно прямо в офисе продавца. Теперь разберем ошибки. В погоне за экономией люди могут взять дешевый кирпич на строительство забора. Казалось бы, зачем тратить деньги на простую защиту от посторонних глаз? Но все не так просто. Дело в том, что забор находится в агрессивной среде и каждый день испытывает экстремальные нагрузки, среди которых солнце, дождь и снег. Как правило, снег находится выше уровня гидроизоляции, которую вы сделали по своей ленте, допустим. И получается, что вода попадает в кирпич уже не только из земли, но и из тех сугробов, которые находятся, как я уже сказал, выше отметки гидроизоляции. Соответственно, происходит водонасыщение кирпича, поднимается водяной столб вверх. Процессы замораживания и размораживания. К сожалению, все мы неоднократно видели разрушенный кирпич, у которого просто отслаивается лицевая стенка. Все это происходит из-за достаточно высокого водопоглощения и невозможности просто отсечь влагу. Вторым немаловажным показателем становится коэффициент морозостойкости. Его обозначают буквой «Ф». В 18 веке, чтобы проверить качество кирпича, всю партию сбрасывали с телеги. И если хотя бы три из них разбивались, то всю продукцию забраковывали. В 21 веке нашли для этого другой способ. Кирпич полностью погружают в воду, затем замораживают и размораживают. Параллельно измеряют его технические характеристики. И вот как только кирпич потерял более 10% своей заявленной по сертификату прочности и своих показателей, то на этом останавливают вот этот процесс заморозки и разморозки, отмеряют, сколько циклов кирпич прожил. И, соответственно, это идёт в его сертификат. То есть минимальным таким показателем на рынке отечественной керамики – это показатель F50. Максимально уже на сегодняшний день доходит до 150. Стоит учитывать, что в расчёт идут только полные циклы заморозки и разморозки, а не лёгкое намахкание кирпича. А это в реальной жизни происходит нечасто. Третьим показателем качества является марочная прочность. Наверняка вы обращали внимание на маркировку кирпичей M100, M75, M200 и так далее. Эта цифра показывает, сколько килограмм может выдержать кирпич на 1 квадратный сантиметр. Подведём небольшой итог. Если у кирпича минимальное водопоглощение, к примеру, 6%, и он имеет маркировку F100, такой кирпич смело можно применять на цокольные части, на заборы, и можно быть уверенным, что с вашим кирпичом ничего не произойдёт. Такого кирпича, к сожалению, немного у российских производителей. Он у нас, наверное, весь представлен. Применим полученные знания на практике. Для этого попробуем выбрать кирпич самостоятельно. Сразу заметно, что некоторые из них полны мелких трещин и имеют рваный край, а другие — ровные и красивые. Это и есть два типа строительного кирпича. Первый — пластичное формирование. Для его создания берут глину, увлажняют её, перемешивают и измельчают. Затем ей придается форма, и заготовка нарезается лентами. После этого он проходит сушку и обжиг. Такой кирпич имеет очень низкое водопоглощение, за счёт чего он может променяться практически везде — в подземных частях, надземных, для обустройства цоколей и фундаментов. Удивительно, но раньше форма кирпича могла быть самой разнообразной. Например, в Древнем Риме делали квадратные, треугольные и даже круглые кирпичи. Из них строители возводили более прочную и фигурную кладку. А привычный всем прямоугольный кирпич появился лишь в XVI веке в Англии. Благодаря ему скорость строительства домов резко возросла. Но вернёмся к нашим реалиям. Второй вид кирпича — сухого прессования. Кирпич полосухого прессования, глина, берётся из земли. Она может содержать достаточно крупные в себя включения, то есть щебня, известняка. Она увлажняется и по принципу тротуарной плитки она сжимается, формуется, и дальше такой кирпич идёт в обжиг. В связи с этим он требует большего внимания и минимального контакта с водой. Иначе о долговечности не сможет идти речи. Если им отделать дымоход, такой дымоход очень быстро придёт в негодность, потому что дымоход — это вообще такая отдельная часть, где кирпич испытывает на себе такие экстремальные нагрузки, встречаясь с холодным воздухом, с горячим. Это постоянное выпадение конденсата. То есть он начинает разрушаться, крошиться. Если отделать таким кирпичом, например, ванное помещение и достаточно хорошо не гидроизолировать, а у нас ещё многие люди и гипсовыми штукатурками в ванной комнате одел, что тоже не очень плохо, всё это начинает в себя сосать влагу. Такой кирпич, соответственно, начинает внутри разрушаться. Как я уже сказал, из-за того, что у него внутри может быть достаточно крупное включение известняков и других материалов, они начинают набухать. Соответственно, бухание приводит к увеличению физического объёма. Кирпич разрушается. Соответственно, дальше разрушается последующий слой. Дальше у вас ваша плитка или любой там ваш замечательный материал начинает приходить в негодность. Поэтому стоит ещё раз отметить, что для влажных помещений и для цокольных фундаментных частей обязательно стоит использовать строительный кирпич исключительно пластичного формования. Такой кирпич обычно 1,5-2 рубля на рынке дороже. Ну, на рынке или в нашей организации. Отличается он ещё раз такими вот как бы неровностями, в отличие от сухопресс, который весь гладенький, как такой, как облицовочный полнотелый кирпич. Крупные фрагменты известняка и другие материалы, входящие в состав такого кирпича, начинают набухать. Кирпич увеличивается в объёме и под воздействием окружающей среды отслаивает свою переднюю стенку. Поэтому плитка или отделочные материалы, которые вы крепите к кирпичу, рискуют отвалиться вместе с ней. Подведём итог. Строительный кирпич бывает двух типов. Грубого и пластичного, и красивого и сухого прессования. При этом пластичный кирпич – это универсальный продукт, который можно использовать везде, без каких-либо ограничений. А вот к более красивому и ровному кирпичу полусухого прессования нужно подходить с умом. Его сфера применения ограничена. Также перед покупкой кирпича вы можете сами проверить, действительно ли он не впитывает в воду, как это заявляет производитель. С вами была программа «Знак качества». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова